На календаре вторник, 25 ноября, информационная служба канала РТВА продолжает свою работу с международными новостями. К этому часу вас ознакомлю я, Сергей Кения. Здравствуйте. Сейчас в мире. Худшая ночь в истории фергюсонской полиции. Массовые беспорядки и столкновения со стражами порядка вспыхнули в американском городе после того, как большое жюри присяжных не стало предъявлять обвинения в убийстве полицейскому Даррену Уилсону, застрелившему в августе этого года 18-летнего темнокожего подростка Майкла Брауна. За ситуацией в штате Миссури следит мой коллега Владимир Унанянц. Фергюсон разжигает штат. Американские города охватывают волны протеста после объявления решения присяжных по делу об убийстве полицейским темнокожего подростка в округе Сент-Луис. Демонстранты блокировали три моста в Нью-Йорке, прошлись по улицам Чикаго, Сиэтла и Лос-Анджелеса и обещают не останавливаться. В самом Фергюсоне всю ночь продолжались стычки с полицией. Были слышны автоматные очереди. «Думаю, он должен быть наказан за то, что сделал. Но это Америка, и прошло лишь полторы сотни лет после отмены рабства. Так что все это показывает, мы не так далеко ушли от этого, как привыкли думать». Вечером в понедельник окружной прокурор объявил, что жюри присяжных, в числе которых было трое темнокожих и девять белых, решила не предъявлять обвинения в убийстве Даррену Уилсону, застрелившему в августе 18-летнего темнокожего юношу Майкла Брауна. «Многие свидетельские показания по поводу гибели Майкла Брауна несовместимы с другими заявлениями, а также с имеющимися вещественными доказательствами. Таким образом, не существует основания для предъявления Даррену Уилсону любого из пяти обвинений, которые могли ему угрожать». Итог. Под покровом темноты сотни молодых людей отправились громить город, разбивая витрины магазинов и стекла машин. Впрочем, власти явно понимали, что может произойти, отмечают наблюдатели. Еще в минувшую пятницу президент страны Барак Обама выступил с призывом не устраивать беспорядки и предупредил, что будет еще одно заявление сразу после оглашения вердикта. И действительно, президент обратился к нации, повторив призыв уважать решение суда. «Решение присяжных стало предметом разногласий не только в Фергюсоне, но и по всей Америке. Я хочу отметить, в этой стране люди имеют право выражать свое мнение и принимать участие в мирных акциях протеста против действий, которые они считают несправедливыми. Однако использование того или иного события в качестве предлога для разжигания беспорядков противоречит закону». Но призывы главы государства не достигли цели. Бушующая толпа атаковала полицейские участки. В ходе стычки стражи порядка применили слезоточивый газ и резиновые пули. Агрессивно настроенные молодые люди подожгли несколько автомобилей, а также ряд зданий. Правоохранители попытались оттеснить толпу, используя бронированные грузовики. В ответ летели камни и бутылки. Параллельно мародеры грабили магазины. В городок прибыли отряды Национальной гвардии, а власти закрыли аэропорт в округе Сент-Луис. Если убийство темнокожего подростка полицейским взбудоражило летом его родной город в штате Миссури, то решение присяжных не предъявлять обвинение белому полицейскому привело в ярость очень многих американцев от Лос-Анджелеса до Атланты и Нью-Йорка, пишет западная пресса. Люди ощущают тенденцию чрезмерного применения силы стражами порядка по отношению к афроамериканцам. Как бы в подтверждение тому, что речь идет не только о конкретном убитом подростке, в понедельник СМИ сообщили об очередной смерти темнокожего тинейджера. 12-летний мальчик в Кливленде был застрелен в прошлые выходные полицейским, принявшим игрушечный пистолет за боевое оружие. По словам лидеров протестов, эти и другие случаи указывают на необходимость новой политики, которая бы обуздала использование полиции силы, приводящей к смерти, в особенности темнокожих мужчин. В американском конгрессе звучат призывы ужесточить санкции в отношении Ирана. Ввести новые, а не отменять старые. С такой инициативой выступили некоторые конгрессмены и сенаторы. Так, республиканец Марк Керк, комментируя переговоры по ядерному досье между Тегераном и шестерками журнальных посредников, заявил, что Ирану нельзя предоставлять время на производство атомной бомбы. А его коллеги призвали усилить давление на Исламскую республику за время продолжения дискуссии. Заявив, что любое заключительное соглашение должно быть одобрено Конгрессом. Напомню, Тегеран и шестерка не смогли достичь договоренности в условленные сроки и решили продлить переговоры до конца июня 2015 года. По планам, в ответ на отказ Ирана от ядерных разработок, Запад отменит санкции. Мы намерены использовать нынешний Ибуль, чтобы завершить эти переговоры в кратчайшие сроки, около четырех месяцев и, если необходимо, использовать оставшееся время до 30 июня, чтобы разрешить возможные остающиеся разногласия. США планируют поставлять Украине летальную военную помощь. Такая информация появилась сегодня на сайте пророссийской хакерской группировки Киберберкут. Взломщики утверждают, что получили доступ к документам американских чиновников из окружения вице-президента Джо Байдена. Отмечается, что Соединенные Штаты собираются поставить Киеву 400 единиц снайперских винтовок, 2000 штурмовых винтовок, 720 ручных гранатометов и более 70 тысяч мин для них, а также 420 противотанковых ракет. Хакеры опубликовали также скрин документа, на котором есть подписи, якобы принадлежащие президенту Бараку Обаме и госсекретарю Джону Керри. Согласно ему, США также передадут украинской армии три контрбатарейных радара на сумму около 400 тысяч долларов. Российские партии не будут получать денег из-за границы. Президент страны Владимир Путин подписал закон, запрещающий финансирование политических движений из-за рубежа и десятикратно увеличивающий штраф за незаконное финансирование. Сегодня же глава Кремля поставил свою подпись под законом, направленным на девшеризацию экономики и создание механизма налогообложения прибыли офшорных фирм. Документ вводит понятие «контролируемая иностранная компания» и «контролирующая лицом». Последнее обязано уведомлять налоговые органы о своем участии в иностранных организациях. Россия и Северная Корея намерены углублять контакты в политической, экономической и военной областях. Центральное телеграфное агентство КНДР сегодня рассказало о результатах визита спецпосланника Ким Чен Ына в Россию и его встречи с Владимиром Путиным. Одновременно государственные СМИ показали фотографии молодого вождя страны в музее, посвященном зверствам американских солдат, предполагаемым расправам над тысячами мирных корейцев во время войны 50-х годов прошлого века. Как сообщает Центральное телеграфное агентство, Ким Чен Ын назвал американцев каннибалами, получающими удовольствие от резни. Ну что ж, на этом пока все. О развитии событий в следующем выпуске я не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова